А знаете ли вы, что стало со шведскими пленами после Полтавской битвы? После победы Петра I под Полтавой 27 июня 1709 года в плен попали около 20 тысяч шведских солдат и офицеров. Вначале им всем предложили перейти на русскую службу, но большинство из них отказалось служить России. Высшим чинам шведской армии на все время плена выделили в Москве отдельный дом и назначили приличное их чину содержания. Простых солдат Петр I решил использовать на строительстве Петербурга, куда были отправлены тысячи шведских пленных. Несколько тысяч человек трудились на судостроительных верфях в Воронеже, на заводе по производству серы в Самаре и на металлургических предприятиях Урала. В 1711 году шведских пленных массово переселили в Сибирь. У офицеров условия жизни там оказались не тяжелыми. Они не были ограничены в свободе передвижения, жили на поселении, причем жилье им предоставлялось бесплатно. Многие с разрешения русских властей даже получали деньги от своих шведских родственников. Офицеры победнее вынуждены были подрабатывать, чтобы не умереть с голоду. Хуже всего пришлось пленным солдатам, работающим как подневольные рабочие на заводах Урала и Сибири. Когда в 1721 году между странами был заключен нештатский мир, домой в Швецию вернулось только около 4000 человек.